Мы находимся на полевом городе в Оренбурге, Саракташский район, поселок Советский. У нас стоит жара уже две недели, температура выше 40 градусов в дневные часы. Для того, чтобы оценить, как сработали фунгициды, мы решили отобрать снопы с метровой делянки. Мы на поле, как уже показывали ранее, отобрали снопы с метра квадратного. С правой стороны у меня одна фунгицидная обработка в Т1, в 31 фазу, а места Рекстра в норме 0,75. С левой стороны у меня контроль, на котором был применен только гербицид и не было ни одной фунгицидной обработки. С левой стороны на контроле у нас 410 растений, 610 стеблей. 610 колосков сформировалось на участке без фунгицидной обработки. На втором снопе у нас фазу кущения до второго междоузля был применен фунгицид Амистар Экстра. В данном снопе у нас получается 410 растений, 810 стеблей. Как мы видим, у нас получается в этом снопе не только разница в высоте растений, но здесь и разница в количестве сохраненного стеблистоя. Мы с вами отобрали 10 колосков с вариантами Стар Экстра в фазу кущения в норме 0,75 литров на гектарь и с варианта, где были применены только гербициды, инсектициды без единой фунгицидной обработки. У нас размер колосков очень сильно отличается, и количество зерен в колосе очень сильно отличается. Теперь мы с вами взвесим 10 колосев с варианта Самистар Экстра в дозе 0,75 литров на гектарь в фазу Т1. Мы укладываем колосев с делянки Амистар Экстра в норме 0,75. Вес зафиксировали 25,7 грамма. Теперь мы с вами возьмем колоси с снопас контроля, там, где не было фунгицидных обработок. Вес 10 колосев 16,6 грамма. Оценив вес зерен, оценив продуктивность и блестой, мы пришли к выводу, что на 20% обработка фунгицидом Амистар Экстра в норме 0,75 литров на гектарь за счет своих физиологических свойств, за счет того, что удержало развитие мучнистой росы в начальных этапах развития, повысило урожайность или сохранило урожай на 20%. Продолжение следует...